И снова здравствуйте. Сегодня мы рассмотрим видеокарту на основе графического процессора AMD Radeon R7 260X, произведенную компанией Gigabyte. Называется она GV R726XWF2-2GD, но мы будем ее называть проще. Gigabyte Radeon R7 260X. Так видеокарты на AMD Radeon R7 260X зарекомендовали себя с очень хорошей стороны, как и в свое время это сделали решение на AMD Radeon HD 7790. В своей нише они являются одними из лидеров по показателю цена-производительность, находясь в ценовой категории на рубеже бюджетного и среднего ценовых диапазонов, то есть от 130 до 180 долларов. Серьезную же конкуренцию в этом ценовом сегменте навязывают лишь решения, основанные на графических процессорах Nvidia, GeForce GTX 650Ti и недавно анонсированных GeForce GTX 750Ti. Рассматриваемая уже в данном обзоре видеокарта Gigabyte Radeon R7 260X уже с коробки снабжена заводским разгоном. Частота ее GPU увеличена с 1000 МГц, характерных для эталона, до 1188 МГц. Но видеопамять объемом 2 ГБ производитель не подвергал разгону, поэтому ее эффективная частота, как и референсного варианта, составляет 6500 МГц. Компания Gigabyte отказалась от стандартной системы охлаждения, заменив ее на собственную разработку Gigabyte WinForce 2X с двумя низкопрофильными вентиляторами диаметром 74 мм. Алюминиевый радиатор этого кулера пронизывает медная тепловая трубка диаметром 8 мм, которая напрямую соприкасается с крышкой графического процессора, что увеличивает общую эффективность. Кроме того, на тестируемом образце есть дополнительный радиатор на силовых элементах модуля VRM. Модернизации подверглась и подсистема питания графического процессора, что позитивным образом сказалось на стабильности работы при повышенных частотах. В частности, в подсистеме питания графического процессора была добавлена еще одна фаза, а также удвоилось количество силовых элементов. Общая схема преобразователя питания на видеокарте выглядит следующим образом. 4 плюс 1 плюс 1 фазы для графического процессора, чипов памяти и PLL соответственно. Как и большинство видеокарт компании Gigabyte, и это выполнено по фирменной концепции Ultra Durable 2. Это подразумевает применение во всех электрических цепях исключительно твердотельных конденсаторов, катушек индуктивности с ферритовым сердечником, а в некоторых местах замену обычных транзисторов на аналоги с пониженным сопротивлением канала в открытом состоянии. Набор поддерживаемых интерфейсов можно считать оптимальным, поскольку он охватывает очень широкий круг видеоинтерфейсов, позволяя подключить монитор разного типа. Плюс к этому разъем HDMI имеет позолоченные контакты для более качественной передачи сигнала. В основе рассматриваемой видеокарты Gigabyte лежит графический чип AMD Banner, произведенный по 28-нанометровому техпроцессу. Причем графический адаптер AMD Radeon R7 260X является усовершенствованной версией AMD Radeon HD 7790, поэтому основные технические характеристики у них схожи. По сравнению с референсным кулером, Gigabyte WinForce 2X работает более эффективно, издавая при этом меньше шума. Таким образом, в режиме продолжительной максимальной нагрузки температура графического ядра не превышала отметку 66 градусов Цельсия, что является хорошим показателем. При этом кулер в столь тяжелом режиме создавал средний уровень шума, который был вполне комфортным для длительного времяпровождения за компьютером. В плане производительности, Gigabyte Radeon R7 260X уверенно обходит конкурентов из зеленого лагеря, которыми на момент тестирования выступали адаптеры на NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, а также ближайших соседей по модельному ряду компании AMD. Также стоит отметить наличие 2 ГБ видеопамяти, которые пригодятся при запуске игр на высоких разрешениях. Вдобавок, вооружившись утилитой Afterburner, мы провели разгон графического процессора видеокарты, получив результат 1245 МГц. Память же разогналась до частоты 7360 МГц. В обоих случаях мы получили отличные результаты разгона, которые должны оценить и вирклокеры, и геймеры. Более детально о тестировании видеокарты Gigabyte GV R726XWF2-2GD и ее возможностях читайте на IT-портале easycom.ua, ссылка в описании видео. Всего наилучшего и не забывайте подписываться на канал. Субтитры создавал DimaTorzok